Сейчас пройдусь от Балтийского рынка в сторону остановочного пункта Киевская, там железнодорожная станция. Время уже 17 часов почти в Калининграде, так что уже не солнечно. Вот там вот ребята зарабатывают деньги в фон ветеранов войны, инвалидов войны, афганцев, чеченцев и прочее. Вот играют сегодня практически весь день, они периодически здесь выступают. Вот это как говорят, проверим, что это не какая-то сомнительная контора, а реальные деньги реальным людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Солнце с левой стороны Вот, оно уже опустилось с такого уровня, что за домами. Вот дома уже видно по нижней тени на домах, что солнце все ниже, ниже сейчас опускается. Так что сегодня у меня такой вот большой видеосъемки не получится. Вот, тем более нахожусь в своем районе. Вот. Снимаю то, что я переснял уже миллионы раз, но, как говорят, каждый миг он неповторим. Снимаю то, что я переснял уже миллионы раз, но, как говорят, каждый миг он неповторим. Так что мне идти нет смысла, там солнце. Потому что придется вот идти по тому тротуару, который сейчас раздолбали, и там дальше укладывают бетоном. Ну, подбежай быстрее отсюда. ну вот здесь вот скоро будет тротуар наверно вот уже место которое меняет свою конфигурацию это уже интересно сказать даже банальный тротуар калининград сейчас так усиленно везде строится улучшается становится красивее но чище хотя калининград в общем то считается одним из чистых российских городов там испокон веков и испокон веков смысле со времен советской власти но при немцах говорят тут был немецкий орден порядок и так в этом плане калининград конечно переменял традицию но так с русскими особенностями то есть не очень в плане порядка что же делать вот подходим как раз к этому мосту которым я говорил мост через железную дорогу на мамонова польской границы на сейчас я зайду солнышко солнышко спрячешь и сниму железнодорожные пути остановочный пункт киевская практически одна ветка идет вот поэтому тут такое упорядоченное движение поездов если график тут не очень напряженный поэтому позволяет ходить поездам в оба конца не сталкиваясь зарегулирует о наконец-то тут что-то открыли тут здание вот это я не помню наверное в прошлом году и было вот тут раньше это просто коробка стояла никаких билетов здесь не продавали вот но сейчас хоть цветы продают это хорошо как-то использую сейчас заберусь сюда вот на мостик с мостика засниму железную дорогу там у нас мозг по которому я вот только что прошел здесь вот такая вот картина открывается улица фабричная вот этот проходит вдоль короткая там буквально идет заросли такие деревья там уже стоит забор и начинается огромнейшая промзона который как говорят нет ни улиц ни дорог и тропинок все забором сам поделена на сектора на склады там и на прочее там какие-то промысленные и складовские объекты но тут раньше был тот самый поселок панарт так что наверняка значит и остановка здесь может быть у немцев называлась панарт или панарт я до конца если говоря не знаю как правильно панартная это как бы поселок спутник кёнигсберга в нынешнем калининграде это сначала он стал балтийским районом отдельным доскачет немножко отделен от города калининграда целой так железнодорожными огромный таким сортировочный так называемый но потом совместили в одно целое балтийский московские районы города калининграда и этот район теперь стал московским районом всю жизнь мечтал жить в московском районе вот а центральный по моему соединились с октябрьским района я имею ввиду города калининграда остался нара единственный нетронутый это ленинградский район но он такой здоровый по территории вот в основном там преобладали свое время такие двухэтажные немецкие домики вот то есть не смотря так сказать на но большую территорию народа там проживала не так много как в домах с многоэтажными домами вот эти вот дома их периодически фасады там ремонтируют реставрируют изменяют вот магазин рыбалка туризм вот еще не было раньше этого магазина аптека тут и аптеки по-моему не было не помню я тут надо все запоминать но это наверное как в любом сейчас российском городе что сначала одно потом другое третье ничего святого постоянного нет что несколько затрудняет ориентацию трудящихся в коммерческом пространстве вот конец рабочего дня время уже искать за 17 часов и тут движение так сказать не быстро и так что тут еще но она вот новая магазин продукты вот все оттуда изнутри дома по выкидывали пустые глазницы но скорее всего его будут основательно реставрировать этот дом вряд ли его будут разрушать или сносить вот а тут дом симпатичный такой но не ремонтированный ну да вот такая же пробка вытянула здоровенная сейчас традиционно вот этот домик засниму 131 135 вот ну за деревьями плохо видно это вот зимой хорошо снимать или там ранней весной или поздней осенью но лучше не зимой а вот такие периоды когда еще снега нет но листья или опали или еще не выросли я вот таких случаях конечно хороша осень и где-то вот ну условно конец марта начало апреля когда вот почки только-только вот на деревьях начинает распускаться по как помойку цепляют прямо качели можно пока покачаться у вас так вот дом 130 1 135 3 подъездный с колоннами крайние подъезды тут три подъезда каждый номер дома это подъезд так вот в калининграде установлено есть такой порядок нумерации домов внутри подъезда квартиры зари каждой квартиры москве допустим там иначе там номер имеет дом квартиры идут поочередно 1 там до 4 5 6 подъезда вообще нумерация здесь в каждом подъезде своя нумерация квартир вот в этом плане отличается но несколько отличается мой дом бывший на улице чайковского который я вчера снимал там дом правда именуется 38-40 как бы состоящий из двух коробок вот но нумерация идет общая не в каждом подъезде там четыре подъезда нравится идет каждый начиная с 1 до 4 подъездом с 1 до 40 по квартиру и каждом подъезде будет 13 14 квартир о какой кошак шикарный не больше я не обижу вот тут тоже асфальт и укладчики вот дом покрасили красиво сделали но красиво по сравнению с тем как было естественно так она как казарменного типа она как бы она как бы вот пока иду тень все выше и выше поднимается но тут еще конечно связано с тем что дорога более узкая вот и соответственно тень противоположных домов ложится выше так чисто по по геометрии паучевой пройдусь рядом с вот этим дома вот здесь вот этот дом более-менее внешний фасад привели в порядок вот я осуществляющего не видел что вот этот дом покрашенном виде вот первый раз вижу это он был такой же как вот предыдущий дом 131 135 сказать несколько не ухоженный поэтому наверное есть смысл сейчас еще и во двор зайти посмотреть как там сделали сейчас зайду во двор этого дома это все я иду по улице киевской дворы обширный вот тут дом тоже красиво и сделали смотрю да вот можно теперь сравнить с тем дом который снимал сначала 131 135 он имеет такую же конфигурацию но они все равно обязательно чем-то отличается вот не может быть такого чтобы они были совершенно один к одному вот какая-нибудь архитектурная особенность у них есть это дело у немцев заметил вроде даже одинаковые кита коробки вот они каждый имеет свой вид ну в общем вот так вот я в общем посмотрел чтобы больше не проходить его лишний раз по фасаду в общем дом приведем по личное состояние и в следующий дома тоже такой же почти что ну да такого же образца следующая тоже сейчас начну с двора или нет вот такой вот этот дом еще засниму которые не отремонтированы а потом подойдут к тому дому розовенькому времени у меня еще осталось девять минут на видео съемку до конца времени который мне вот аппарат предоставляет у него максимальная непрерывная видеосъемка 29 минут не более 29 минут скажем так дальше он автоматически отключается от видеосъемки он там такой новый квартальчик вот он небольшой но дома там вот такие солидные вот кстати у той же такой же дом такой же конфигурации примерно но тоже не ухоженный а здесь ну 147 151 бардачный но вот тут вот насоса может это купить о о о о о о о вот да ну вот вот к этому дому я опять пошел тоже видеть как вот как огурчик сделали красивый покрасили он был вот такой вот вот все буквально прошлом году фасад покрасили крыша там наверняка новая может сейчас ускорю шаг чтобы успеть по времени дойти до входа балтийский парк ой который вот он этот балтийский парк на той стороне раньше он взялся парк гагарина еще раньше там было немецкое кладбище старая песня кёнигсберг калининградск вот обязательно сейчас зайду вот в этот двор этого дома но и отремонтированного и так дам общий вид потом можно будет сравнить к предыдущим мои видео хотя вот в этот двор я наверно и заходил ну вот как он еще освещено так красиво под вот так вот тут получилось ладно там налево сейчас улица киевская заворачивает направо здесь перекрестка налево идет улица камская вот за этим желтым домом улица камская уже но вот тут скажем так последний дом по улице киевской до поворота тоже он так полу запущенном состоянии но видно что его как-то ремонтировали красили но вся облупилась и посыпалась вот вполне прилично очень красиво заскать смотрится такая страшненькая развалюшка вот если ее поремонтировать приобретать совершенно другой цивилизованный вид немцев архитектура все-таки такая стройная достаточно цельная постельное королевство первый городской ломбард первый вот тут развилка вот налево эта улица камская пошла страну тоже мамонова там всяких одушки на а это улица киевская идет туда вот вот тут вот обрываются трамвайные пути ужас вот вот вход непонятно куда потому что почему-то подбивали бирки значит это уже не парк балтийский все наденут бирку то снимут ну зато в плитку тут все умастили . ну вот так вот все вот участок дороги я заснял в общем то теперь можно будет прогуляться по парку немного Продолжение следует...